Итак, друзья, снова всем привет! У микрофона Грейв Фокс, и это четвёртый день моих файтинг-пайкровок для канала Тарус Гейминг Ревайвал. И что же мы с вами всё хорошим да хорошим, давайте поговорим немного и о плохом. Да, о плохом. И этим плохим будет игра Черепашский Ниндзя Томмент Файтерс для приставки Сега. Я не могу поспорить, что Томмент Файтерс для Дэнди был отличной игрой и отличным файтингом для своего времени, для своей приставки. Но аналог этой игры, вышедшей на Сеге, это что-то, блин, за пределами добра и зла просто. Я упоминал эту игру, когда записывал нулевую серию Toho Project Emotional Missing Power. И именно с ней я сравнил то читерство, которым... Кто там меня убивал? Морица меня, по-моему, убивала. Я просто не мог к ней подойти и не мог ничего сделать. Ну что же, здесь вы увидите примерно то же самое. Не смотря на то, что эта игра совершенно не... Так, не надо нам геймплей показывать, достаточно. Не смотря на то, что эта игра совершенно не такая динамичная, не такая интересная, не такая быстрая. Тем не менее, она еще более сложная, еще более... В общем, не знаю, не знаю даже какое слово подобрать для ее описания. Эта игра создана сатаной для того, чтобы поджигать задницы геймеров. Не иначе. Другого объяснения происходящего у меня просто нет. Господи, вы посмотрите на эту Эйприл. Ах, ладно. Конечно же... Так, как тебя выбрать? А. Ну, начнем. Конечно же, я играл в детстве в Томмэнд Файтерс на ДНД. И я очень впечатлился этой игрой. И когда у меня появилась Сега... А еще спасибо моим одноклассничкам, которые... ...хвастались, что у них есть Сега. И они играли там в Черепаших Ниндзи, где можно драться с оружием. Я думал, вау, это должно быть круто. Но хрен там. Когда я... ...поменял... ...эээ... ...не помню, какой из квик-картриджей на вот это дерьмо... ...моей ярости не было просто предела. Вот что это... ...что это сейчас было? Да, конечно, я не ждал, что здесь будут затяжные бои по типу Гандамов. Или там, по Ризе Бони. Ай, господи, Раф. Вот, как вспоминаешь приемы, теперь как-то все делается. Но эта игра просто ужасна. Просто ужасна. У меня нет других слов. И... ...возможно, вы так и не поняли, почему я сравнил Тохо с ней. Так вот, я сравнил... ...не потому, что... ...здесь большая скорость атаки или что-то подобное. Или... ...можно завалить весь экран какими-то проджектайлами. Нет. Я сравнил их потому, что здесь я тоже не могу ничего сделать своему противнику. Он просто, блин... ...идеально чувствует дистанцию. Вовремя отпрыгивает, вовремя уворачивается или наносит контрудар. Я не могу его атаковать. Почти никогда. Либо он ставит блок. И что бы я ни делал... Это заканчивается вот так. Окей. Может быть, мы выберем другого персонажа и будет получше. Давайте возьмем Донателло. Сменить планету я теперь не могу. И я вынужден драться с этим фиолетовым Леонардо снова. Может, просто у Рафаэля кинжалы короткие? Или что-то в этом роде. Ну, посмотрите на урон, который он мне наносит. Ну, 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 Донни, делай что-нибудь. Что? Мне не послышалось? Похоже, что не послышалось. Ладно. Иначе не опишешь то, что происходит. Ну, как? Как? Просто как? Скажите, а мне как к нему приблизиться? Как его атаковать? Они еще издевательски показывают реплей моей смерти в конце. Ах, ладно. Давайте попробуем выбрать кого-то другого. Например, Кейси Джонса. Может быть, все дело... Может быть, вы, как и я впервые, когда играл, могли подумать, что вот от этих значений что-то зависит. И я как бы могу их менять. Может быть, если я поставлю больше скорости, больше силу, я буду как бы драться лучше? Моя атака возрастет или там скорость игры возрастет? Нет. Ничего не возрастет. Возрастет атака и скорость моего противника. Как ни странно. Почему-то я должен выбирать... Ээээ... Цифры, от которых будет зависеть жесткость, с которой мне будут надирать задницу. То есть, если мне недостаточно базовой сложности на четверочке, я могу поставить восьмерку... Ээээ... И... 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 Испытать на себе... Вот... Ну... Вот что-то такое испытать на себе. Окей. Понял. Принял. Давайте поставим не восьмерку, а единицу. Лео, давай. Вся надежда на тебя. По единичке. Может быть, после этого станет легче драться? Как вы думаете? Ладно. За лео я, по крайней мере, лучше играю, чем за остальных. У него достаточно удобные приемы. Может быть, в этом бою мне действительно будет полегче. Греги. Лео, покажи, на что ты способен. Ты же можешь спавиться с этим... ...могомерзким... ...клоном... Все летовым. А, первая победа за мной. Что же, похоже, я натренировался, научился играть. Может быть, на единице действительно полегче будет? Кстати, забавно, но вертуха работает в воздухе. Отнимает он мне значительно меньше, но все равно до хрена, чем в случае, когда на восьмерке стояло. И то бишь, четыре удара, и я труп. Без вариантов. Вот это вообще интересная фигня, когда мы начинаем бросать Проджектайлы друг в друга. У кого терпение быстрее кончится, испытываем что ли, или я не знаю. Ну, да, я понял. Или кто первым ошибку сделает. И что, я не попал, не попал. Комп... Комп... Четко рассчитывает все свои движения. И просто я даже не знаю, что этому противопоставить можно. А потом еще и... Еще и на паузу можно реплей поставить, чтобы я мог насладиться своим проигрышем в полной мере, да? Я не хочу смотреть, хватит. И, да, здесь не бесконечные конты. Круто, правда? Окей. Следующее, что приходит в голову, поставить уровень сложности поменьше. О, да, тут можно поставить конты до семи. Может быть, от этого что-то изменится. Минимум сложности, максимум контов, таймер... Ну, в принципе, все остальное остается таким же. Давайте попробуем. Хм, может мне стоит выбрать другую планету? Ай, черт, надо было поставить единички. Ну, давайте попробуем на другой планете что-нибудь сделать. Ну, вот на этой. И здесь нас ждет, вот, ну, я не знаю, кто это. Это какой-то скат-мутант? Вроде бы, в комиксах появлялся он. Но он должен быть, как бы, в голубой расцветке, а не в желтой. О, боже мой. О, боже мой. Если я к нему не подхожу, он будет спамить вот этими своими странными кольцами. Ну, ладно. Хотя бы первый уровень за мной. Мать твою, я поставил... Это что? Это были не концы? Это были не концы? Я поставил нам 7 раундов? Да ладно. Вы серьезно, что ли? Мне 7 раундов с ним теперь драться? Или я идиот? Блин, я не помню. Надо посмотреть. Я в той строчке поставил то, что хотел. А-а-а. Ладно, сейчас реша... Ага. Сейчас. Прям решающий вообще. Конечно же. У нас же победа по результатам 7 раундов. Сколько надо одержать побед? Получается, 4 из 7, что ли? Господи, звуки в этой игре тоже просто ужасные. Да пошли вы в жопу. Давайте попробуем заново. Это однозначно неудачная попытка. Я же ставил не раунды, правда? Я ведь не раунды ставил. Я ставил уровень сложности и конты. Для раунды тоже. Хм. Ладно. А-а. Я, кажется, понял в чем дело. Ну ладно, давайте сыграем, ну, за него. Может быть, он круче. По единичке. Туда и сюда. И... Где я еще не был? Ну, здесь я буду драться с самим собой. И давайте мы сюда слетаем, может быть. Рей Филлетт. Однозначно, такой персонаж в комиксах появлялся. А-а-а. О-о-о. Что творится? Ну, как бы... Ха-ха-ха. Как вам сказать? У меня есть теория, что... Планета с Леонардо и с вот этим скотом... Скатом. Скотом. Самые легкие. Но чем дальше от них удаляешься, влево или вправо, тем... Жестче становятся противники. И я... Я не знаю, как делаются у него удары, так что... Здесь судьба его была... Предрешена. Давайте попробуем поиграть за Эйприл. На самом деле, Эйприл, по-моему, здесь самый крутой персонаж. Потому что и черепахи, и остальные уродливые мутанты... Просто ни на что не годятся. Эм... Ну, по крайней мере, я... Я его ударил. Это уже прогресс по сравнению с прошлым боем. Он еще издевается, да? Да, знаете, для чего выделили третью кнопку геймпада? Для того, чтобы дрожить противника. Видимо, разработчики из Канами решили, что... Создали и так идеальную боевую систему на двух кнопках. Которая, может быть, прокатила бы на НЭС. Но явно не на СЕГЕ. И поэтому третью кнопку они выделили... Ну, давайте посмотрим на вот этого парня. Сизифус. Какой-то жук-самурай. Третью кнопку они выделили просто для того, чтобы подразнить противника. Замечательное... Дизайнерское решение. Ну, он... Он просто... Предвидит каждое мое движение. И вот... Что бы я ни делал, я не могу его победить. Да, я могу победить, ну, допустим, одного... Какого-нибудь первого противника, перейти ко второму. Но... После этого... Там я и останусь. Вот что это за атака? Что это за хрень? Ха. Это невозможно. Так, за кого я еще не играл? За Кейси я играл, за Черепахи я играл. Ну, давайте попробуем еще разов. Что бы вы насладились в полной мере этим замечательным файтингом. Если вы думаете, что играть на двоих у него сильно веселее, то нет. Не сильно веселее. Господи, в Шак-фу веселее играть, чем в это дерьмо. А Шак-фу далеко не лучший файтинг, который я видел на Сеге. Я уж не сравниваю это с Mortal Kombat и Super WrestleMania и Midway. Вроде бы на Super Nintendo есть более хорошая, более играбельная версия вот этого файтинга. Но даже на просто Nintendo есть, ну, вы поняли, на NES, на Денге, есть отличный файтинг. Тормин файтер. Четвертая, так называемая, часть Черепахи. Ну, вот это вот, что это, вот это, что вот это вот такое? Он меня прямо во время суперудара перебросил. На, смолочь. Не хватило слегка, да? Вот так, бля. Что-то он в этот раз не слишком жесток. Наверное, я подустал за прошлые три боя, или сколько я там против него уже дерусь. Вот эти отвратительные проджектайлы меня просто убивают. Медленные. Медленные, нетороптивые проджектайлы, которые сталкиваются с другими. Ах, ты, вот как ты это делаешь, паскуда? Тварь. Паскуда, тварь. Как Рома любил говорить. Ах ты ж, Донателло. Здесь фиолетовый, на тебе даже повязку не видно. Сколько я там кантом потратил? Думаю, скоро они закончатся. Ладно, Лео это лучший выбор. И, а, да, я забыл поставить единички опять. Может быть, тогда у меня было бы больше шансов его одолеть. Еще, что я заметил, играть на стике несколько удобнее, чем на крестовине. Что довольно странно и не знаю почему так. Но на стике у меня порой получаются приемы, которые вообще не получаются на крестовине. А здесь есть больше приемов, чем пускание волны по земле и вертуха. Кто озвучивал это дерьмо таким ужасным голосом? Ладно, это выходило не на... Мега драйв. Это выходило на Дженисис, скорее всего. Если я ошибаюсь, то это вообще жопа. Ну, ну, а Sega Genesis была не слишком-то... Ну, не слишком-то крутой. Ненамного-то она превосходила обычную Nintendo Entertainment Systems. Фак, опять, опять поражение. Ну, что же делать? На этот раз я не забуду. Поставить единицы. И может быть мы пройдем все-таки эту чертову планету? О, получился вот интересный удар. Нет, не подходи, не подходи, сволочь. Не подходи. И да, я забываю, что здесь нет воздушного блока все время. Наигрался я в современные игрушки, где можно блок в воздухе ставить. Но здесь... Да, пик там. Нет здесь блока в воздухе. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. заруби опусти медь пожалуйста я не хочу еще один раунд это не донателло это клон чертов его можно рубить я даже не задавался вопросом какой здесь сюжет ну вы заставочку посмотрели можете сами но что-то насчет клонов очередного турнира не так уж это и важно на самом деле был бы хоть файтинг адекватно я и сюжетом тогда может быть заинтересовался но нет от картриджа я в общем поспешил избавиться при первой же возможности потому что мы с братом наигрались это дерьмо очень быстро но я победил неужели или еще не победил так видимо комп тут тоже как его во многих файтингах постепенно начинает поддаваться если видеть что игрок совсем краб и днище оконченное он начинает немного ослаблять а а тут нельзя выбрать планеты мы выбираем только первую я не знаю что от это вообще зависит то первый раз нам дают выбрать планету но это понятно дальше мы как бы следуем по определенному сюжету что ли и не можем менять врагов и судя по всему чем дальше тем страшнее будет это все выглядит потому что это был как бы первый противник тренировочный скажем так а теперь нас ждет жопа во всей красе вы не забыли что я ставил не самую низкую сложности единички при выборе персонажа я вообще правильно понимаю на какой черт эти единички нужны но именно по моим наблюдениям если я ставлю восьмерки то жесть становится еще жестче то хотя бы можно подраться немного фак фак вот вот он идеально чувствует дистанцию идеально знает что делать идеально рассчитывать тайминг господи это что самая низкая сложность у вас вообще выбор сложности на что-то влияет конами компания которая казалось бы не делает плохих игр что вы выпустили что это за дерьмо ладно похоже с этим мне не справится ну давайте уж добьем конты до конца и все на единицу выберем кейси и сольемся уже в ноль просто окейси есть она еще и на себя работает в отличие от других идиотов у кейси есть возможность встретить кнопки ставить бомбу которая как ни странно работает на меня если я окажусь в зоне взрыва то раздаденешь чувак ну что же ты делаешь ау да как я не знаю кто-нибудь из вас играл в эту игру в детстве на приставке на эмуляторах вот что что это вообще проходить надо опрыгни идиот ну же окейси ты можешь о боже мой эти звуки это анимация дерганая что это сказать что сега не позволяла ну пускай даже если это был сега дженисис сказать что она не позволяла сделать лучше так нет сказать что какой это год был 93 если я не ошибаюсь на посмотреть на стартом экране какой-то год вообще так были уже игры гораздо более адекватные о боже мой игру вот в это вот и чуть-чуть не добил вот просто чуть-чуть не добил да мол нит Seth черт он еще так издевательски смеется тогда побеждает зараза ай-яй-яяй-яй а Teichy ты плохой выбор да хватит спамить Ни в одной другой игре я не видел врагов, настолько любящих спамить проджектайлами. Они обычно, ну хоть как-то там, подходят в ближнем бою, демонстрируют разные кампусы, разные атаки, но нет, здесь сволочь, можно стоять по разные стороны экрана и наслаждаться вот такой вот неспешной дуэлью, до тех пор пока ты не ошибёшься и не запоришь свою атаку. Ну да, гейм овер, семь контов, мать его, семь контов. Кроме этого, есть здесь ещё один режим, который называется Торнир, собственно, Турнир. И, как бы это сказать, да, это, кстати, вот, 93-й год, Konami. Как бы это сказать, это для самых отбитых мазохистов режим, я так понимаю. Ну давайте посмотрим, на какой планете мы ещё не были. На этой были? Нет. О, Mirage Planet. В честь фирмы Mirage, которая выпускала черепах. Режим турнира. Знаете, что это такое, что это за дерьмо? Мы будем драться, как бы, в режиме, который в других файтниках называется аркадным, будем драться с неопредённым количеством противников. То есть, нам дают 88 врагов. Где ты такой профессионал в этой игре и так, короче, её любите, что готовы драться 88 раз подряд. То этот режим однозначно для вас. Ха-ха-ха, первая победа! Но ни сега себе я крутой, но вам не восполняют жизни, вы должны победить 88 противников без восполнения жизни. Без восполнения жизни, мать вашу! Кто придумал этот санамонтохистский режим? Кому это вообще в голову пришло, я не знаю. Мне даётся одна, одна попытка, чтобы победить 88 врагов без восполнения жизни. Ах, что, можно, нужно ещё что-то говорить об этой игре? Или бы вы всё сами видели? Это просто пи**ет! Спасибо за внимание и всем пока! Увидимся завтра в каком-нибудь нормальном файтинге! Субтитры создавал DimaTorzok